Приветствую вас, Аноним. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. В частности, то, чего вы не сказали в своём тексте. Это про то, вы не сказали, как мне кажется. Собственно, вот вы говорите, что переживаете. Как именно вы переживаете? Как конкретно вы переживаете? Что конкретно вы переживаете? То есть это зависть, то, что вы переживаете. Это зависть. Это зло, ненависть, боль. То есть что конкретно вы переживаете? Какие конкретные чувства вы испытываете? Когда вот, например, ну, говорите об этом или когда ваша секретарь это делает? То есть хвалится чем-то. Мне кажется, это очень важный момент, потому что вы задаёте вопрос. Вот тот вопрос, который вы задаёте, да? Он ведь про что? Он про то, для чего она это делает? Зачем она это делает? Спрашиваете вы. Вот. Но, как бы, даст ли вам это понимание что-либо вообще? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это понимание вам ничего не даст. Ну, на мой, по крайней мере взгляд. Потому что вы уходите в, во-первых, интеллект, вы уходите в какие-то вот объяснения, да? Ну, вот попытку объяснить вы уходите. Это первый момент. Вот. А второй момент заключается, наверное, в том, что, ну, вы ничего не говорите о своих чувствах здесь. К примеру, если вы завидуете, ну, к примеру, к примеру, если вы чувствуете зависть, допустим, вот, к примеру, если вы чувствуете зависть, что ваше сокровие больше, вот, то это вопрос про вашу реализацию в какой-то степени. То есть это вопрос о том, насколько вы реализованы, насколько вы, вот, к себе прислушиваете, да? Насколько вы, ну, раскрываетесь, насколько вы, насколько полно вы, ну, проявляете себя, может быть, вот. То есть, насколько полностью вы реализовываетесь, вот, насколько вы актуализированы, например. Ну, если мы говорим про актуализацию, допустим. Вот. Это один момент. Второй момент, если вы, допустим, сравниваете себя, то это уже не про зависть, а про то, что вот, принято называть самооценкой, да, хотя я бы, я бы, я бы, например, назвал это немножко по-то по-то по-другому, вот, но сейчас, на мой взгляд, это не столь важно. Да, не столь важно, как я это назову. Ну вот. Соответственно, это важный момент, на который вам, как мне кажется, нужно обратить своё внимание, да, вот, потому что, ну, вас это волнует. Понимаете, и вот уже как-то, как-то вот уже, входя в это, можно больше что-то делать, да, входя в это, можно больше как-то вот, ну, от этого отталкиваться, к примеру. Вот, ну, ну, допустим, как вариант, можно от этого отталкиваться, ну, можно от этого вот уже, как-то вот, ну, двигаться, двигаться дальше, да, двигаться вперёд. Вот, и, соответственно, смотреть что-то, что у вас, вот, там происходит, например. А вот, то есть, пока, пока что, я бы сказал, что не совсем понятно, что именно, что именно у вас происходит, пока что я бы сказал, что не совсем понятно, как именно вы реагируете на, ну, вот, на чувства. Чувства, на чувства вашей свекрови, да, вот, пока что не совсем ясно, как это у вас проявляется, к примеру, вот, и, соответственно, что с этим вы делаете. Вот, то есть, пока оно выглядит, вот, всё таким образом, что вы просто, вот, как бы, боретесь с болью определённой, вот, пытаетесь, значит, эту боль подавить в себе, побороть в себе. Да, вот, у вас не особо получается это сделать, это сделать, ну, по понятным причинам, ну, вот, и вы не видите выхода из этой ситуации, ну, вот, что, в принципе, в принципе, как бы, ну, логично, да, вот, довольно-таки логично, как мне кажется. Вот, 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 и, соответственно, логично то, что вы не очень, не очень понимаете, как вам, как вам дальше двигаться, вот, особенно если это, там, ну, грубо говоря, выражение чувств, вот, под запретом, находится у вас, вот, ну, к примеру, как бы. Поэтому, здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, в первую очередь, я бы на это обратил ваше внимание, да, вот. И здесь я бы, вот, на это обратил бы, вот, ну, вот, ваше, ваше, эм, ну, ваше мысли, ну, вот. А дальше, дальше уже, соответственно, можно было бы с этим, ну, вот, что-то делать, да, то есть, дальше уже можно было бы как-то с этим взаимодействовать. Ну, вот, но пока что, вот так, пока что, пока что, вот такой, наверное, ответ я бы мог вам дать, вот, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения, ну, вот, каких-то, эм, своих взглядов и ценностей, да, я могу вам так ответить. Вот, эм, значит, эм, значит, эм, ну, чего она это делает, по-талютно, всякий случай, эм, не так важно, не так важно, зачем она это делает, не так важно, для чего она это делает. Гораздо важнее, на мой взгляд, как вы на это реагируете. Гораздо важнее, как вы на это реагируете. И что вы с этой реакцией делаете? Вполне может быть такая история, что ваша свекровь просто не знает, не чувствует личных границ. Она привыкла, что ей никто не говорит «нет», и не привыкла к противоположным тенденциям во взаимодействии с ней. Вполне вероятно, что так. Вполне вероятно, что она это делает из какого-то чувства заперничества, вполне вероятно, что она, условно говоря, не отпустила вашего мужа. И до сих пор пытается как-то вас, например, обоценить. Вот. То есть, ну вот, она как бы говорит, что... Ну про себя, условно говоря, что... Вот я её обещаю, да, и как бы... Мой сын вернётся ко мне. Вот. Но, повторюсь, это всё как бы... Для аванса всё практического значения не имеет. Вот. От слова совсем. То есть вам, ну, какая вам разница. Что ей движет там, почему и так далее. Вот. Поэтому разбираться, если разбираться, то разбираться в первую очередь, наверное, в себе самой важнее. Вот. И дальше уже учиться это выражать. Вот. Такой ответ. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.